История стандартная. Марине срочно потребовались деньги и она решила взять быстрый кредит. Где встретиться, время. Мы сняли денежки, они мне дали 15 тысяч. Но сказали, что 5 тысяч, а сразу же надо оплатить. Ну, я оплачу сразу 5 тысяч. И они говорят, что месяц вы можете ничего не платить, вас никто трогать не будет. Проходит месяц, я две недели плачу, потом платить, естественно, я продолжаю, но не всю сумму, которая была указана в договоре. Ну, тут и понеслись угрозы. Они мне начали угрожать, мы вырежем тебе почку, все, и побьем стекла, и заклеим соседям замки. Сначала сотрудники организации настойчиво звонили на телефон Марины, а затем начали раскрашивать подъезд женщины фразами с непристойными выражениями. Соседи ссорили, потому что стыдно, дети ходят. В какой-то момент угрозы коллекторов перешли в реальные нелицеприятные действия. С 17-го они меня избили. Я так же... Нет, вот на улице, прямо вот возле подъезда. То есть они подкараулили вас? Наверное, да. Женщины и ее дети каждый день в страхе шли домой и засыпали под звуки разбивающихся оконных стекол. Дальше терпеть подобные издевательства было невозможно, поэтому Марина обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личности коллекторов и задержали их. Один из них являлся действующим сотрудником службы безопасности одной из фирм кредитования. Второй его родным братом, который принимал активные действия вместе с ним по вышибанию долгов. Они приехали в адрес, где путем угроз стали избивать человека. Также связалась потасовка, им удалось скрыться. В настоящее время они оба закрыты по статье 91. Завтра им будет предъявлено обвинение и арестовано. Однако братья считают, что своими действиями не причинили никому вреда. Моя цель была не деньги у нее взять, а узнать, она есть или нет, как бы не совершилось для мошенничества. Я ее тоже в глаза не видел. Сказали, что я женщину какую-то умолвала деньги и била кулаком по морду. Я не видел ни потерпевшей, ни кого. Только Марине образ обидчиков надолго врезался в память. Я их видела, я их опознала. Да, это были они. Позже полицейские выяснили, что коллекторы орудовали на территории Саратова и других районов Саратовской области. В настоящее время ряд сотрудников данной организации задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В отношении других сотрудников проводится проверка. Просим всех, кто пострадал о незаконных действиях данных лиц, сообщить в ближайшее отделение полиции, либо по телефону 74 13 33 99 49 51 02 или по сотовому 102. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.